Лидер кампании «Говори правду» Владимир Никляев и координатор Европейской Беларуси Андрей Санников обвестили про выборчий союз на кированы над Келеми Александра Лукашенко-Тулады и перемогу на президентских выборах. Могчимые кандидаты пооберялись супольно взмогаться с фасификациями под час выборов, координовать агитационную и международную деятельность. Уже сегодня гэтея выборы можно назвать, а зрешты и признать, и не свободными, и не справедливыми. На сегодняшний день, вот дякую, что вы пришли, мы немаем недоступу до сродков массовой информации, мы немаем якого-нибудь у тямного отказу опрошу «не, не, не, нам это не треба», на наши потребования относно на зерань, относно подлику голосов, ущез заховываются в тым самом формате, в яким проводились попередние выборы, и это значит, что никаких выборов не продоградываются. Говорил Владимир Миклеев, тезгодный один союзник узнется с выборов на крысь другого, по культа ки вариант не разглядается. Мы ведем свои кампании, потому что мы считаем, я считаю, что это более эффективно. Мы объединяемся там, где мы можем объединяться. Мы предлагаем свое видение развития Беларуси. Народу выбираем. Я уверен, что народ все равно выберет альтернативу Лукашеву. Говорил Андрей Санников. Основные фальсификации в Вене к выбору отбываются под час дотерминного голосования, сказал Андрей Санников. Как союзники будут с этим взмогаться? Каб люди объотновывались и сопростояли в этой фальсификации. И кали люди разумеют, что от них залежут, я думаю, все отрываются. Я хотел сказать, вы сорвались языка. Вот башили этот ролик, да, с Хавайи паш про бабулю, да? Так вот мы будем во всех наших, да, там, улетках, что нам дозволить робить, будет закрик. Беларусы, кали вы хочете жить в новой Беларуси, не голосуйте до терминала. На пытание, что союзники обещают не робить 1-1-1, за обоих отказал Владимир Некляев. Тут можно шмачево переличивать. Нет, давайте все, все-таки пытание неинчено. Супрать 1-1, мы не будем робить ничего. Это вас задавняет? О! Деверооткрытые для инши кандидатов заявили Владимир Некляев и Андрей Санников после прессовой конференции. Продолжение следует...